Доброе утро! Начинаем новый день с телеканалом Катунь24. В эфире выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. Вот главная тема. Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пройдет уже сегодня. В Центре управления регионом получили более тысячи вопросов. У Барнауле проведут бесплатную консультацию для школьников края по подготовке к ЕГЭ по математике. Кто консультирует выпускников? Кто с удовольствием не разглядывал картинки в детских книжках? Выставка «Сердце книги» открылась в Алтайском государственном краеведческом музее. В ней около 60 экспонатов иллюстраций. Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пройдет уже сегодня. Глава региона ответит на вопросы жителей в эфире телеканала Катунь24. В Центре управления регионом приняли более тысячи вопросов. Чаще всего жители региона спрашивают о ценах на проезд в общественном транспорте, пробках, водоснабжении и газификации. Есть вопросы, связанные со здравоохранением и аварийным жильем. Задать свои вопросы можно через специальную форму обратной связи во Вконтакте, в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии на странице губернатора и ЦУРа. Добавлю, прямая линия начнется в 17.00 по местному времени. Благодаря гранту губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в Славгородском городском краеведческом музее прошел форум молодых семей. В итоговом мероприятии приняли участие 10 семей. Именно столько было подано заявок. В течение двух месяцев для них проводились мастер-классы по изготовлению семейного оберега, семейная игротека, встреча с педагогом-психологом. В рамках форума каждая семья поучаствовала в запоминающейся фотосессии. На итоговом мероприятии участники представили свою семью и рассказали о ней. Всем им были вручены призы и подарки. Завершился краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года». В этом году участие в нем приняло 63 организации. Призером номинации за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы стал Федеральный научно-производственный центр «Алтай». Научно-производственный центр «Алтай» входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Главная задача предприятия – создание и развитие новых технологий на уровне мировых стандартов. Сегодня на оборонном предприятии работают больше тысячи человек. Здесь трудится герой социалистического труда, академик, почетный гражданин Алтайского края Геннадий Викторович Сакович. В этом году ему исполнился 91 год. И молодой, и пожилой опытный сотрудник, они видят не просто свою потребность. Это воодушевляет их всех, воодушевляет на то, чтобы сделать для Родины нужное. Работа на заводе не останавливается ни на минуту. 24 часа, 7 дней в неделю на нужды страны. Одно из условий безупречной работы – сытый и здоровый сотрудник. На предприятии две столовые, буфет и здравпункт. Заводчане могут рассчитывать на отдых в Горном Алтае на собственной туристической базе с 50% скидкой на проживание. На добровольное медицинское страхование в 2022 году ФНПЦ Алтай потратил более 10 миллионов рублей. В социальный пакет также входит частичная компенсация молодым специалистам стоимости жилья, оплата обучения сотрудников. Все эти затраты в этом году составят более 500 тысяч рублей. С учетом темпа роста инфляции, цен на товары и услуги в Алтайском крае, в этом году администрации нашего предприятия было принято решение об индексации заработной платы дважды. В следующем году предприятие планирует привлечь еще 150 сотрудников. Стоит заметить, что из тысячи работников половина женщины. Убедительный бонус – ежемесячная доплата в размере 4 тысяч рублей для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и карьерный рост. Почему я выбрала именно это предприятие? Так как на этом предприятии у нас полностью соцпакет. Это медицинское обслуживание, страховка от клещевого энцефалита. Также у нас каждый год проводится бесплатный полный профосмотр, бесплатная доставка автотранспорта до работы, стабильная заработная плата. Ежегодный конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» дает уникальную возможность предприятиям проанализировать свою социальную политику, получить обратную связь от коллектива, улучшить условия труда и отдыха. Елена Хорошавцева, Дмитрий Козерлыга, новости. Дмитрий Козерлыга, новости. Всем участникам необходимо заранее зарегистрироваться. Встреча начнется в 15 часов. Вспомнить все. Картинки из детских книжек до революционного советского периодов, 90-х и современной иллюстрации представили в Алтайском государственном кровеческом музее. Там начала работать выставка «Сердце книги». Кто с удовольствием не разглядывал картинки в детских книжках? Даже не столь был важен текст сказки. Вот иллюстрации – это да. Что еще так помогало маленькому читателю окунуться в волшебный мир и воссоздать в голове образы героев? Так думают и организаторы выставки «Сердце книги» в Алтайском кровеческом музее. Около 60 экспонатов и большинство внутри книг. Жемчужина коллекции – иллюстрация Ивана Билибина к сказке об Иване Царевиче, «Жар птице» и о «Сером волке». Сокровищу больше ста лет. Автор создал его в 1901 году. Тогда искусство иллюстрации детской книги только набирало обороты. Картинка стала иметь такое же важное значение, как и текст. Иван Билибин работал в так называемом русском стиле. То есть он его и разработал, можно сказать. И потом следующие художники уже подражали его стилю. Его так и называли – Билибинский. Такие книги, конечно, себе могли позволить далеко не все. Они были довольно дорогими. И эта книга была украшением настоящим. Ее было очень приятно разглядывать. И воспитывался очень хороший эстетический вкус у детей. В музее посмотреть можно и рисунки Владимира Сутеева, писателя, сценариста и одного из основоположников советской мультипликации. Все мы знаем его, кто сказал мяу, палочку-вручалочку, мешок яблок. Есть работа Виктора Чижикова, создателя всем известного образа медвежонка Миши, талисман Олимпийских игр в 80-х. Их творения считаются классикой советской иллюстрации. Кроме того, представлена графика советской патриотики, книг о жизни Ленина и книг Пришвина и Бианки о природе. Еще один стенд посвящен картинкам из литературы 90-х. Эта книга, которую мне подарили в детстве, в 1994 году, «Наш необыкновенный Гоша». Иллюстратор здесь Алексей Баландин. И вот эти иллюстрации, можно сказать, самого меня подтолкнули прочитать эту книгу. Это была первая книга, которую я прочитал, когда научился читать. Можно сказать, что она сформировала интерес к научно-фантастической литературе, которая сохраняется и по сей день. А вот представители современного искусства. И оно уже разительно отличается. Например, барнаульская художница Полина Горбунова проиллюстрировала прописи на английском языке для московского автора. Это векторная графика. Представляют собой вот такой своеобразный стиль, напоминающий аппликацию из цветной бумаги. Я думаю, что наши юные посетители могут сами увидеть, что вполне в их силах создать что-то подобное. Мы показали только часть представленных экспонатов. Эти и другие рисунки вы можете посмотреть на выставке «Сердце книги» в Краевеческом музее. Возрастное ограничение 0+. Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости. Персональную выставку художника Юрия Чернова открыли вчера в Бурнаульском павильоне современного искусства «Открытое небо». В экспозицию вошли более 30 работ, выполненных в разных жанрах и техниках. Художник экспериментирует с форматами живописных полотен. Самая маленькая картина всего 8 на 5 сантиметров. Кроме того, в витринах павильона представили скульптурные произведения Юрия Чернова. Посетить выставку можно до 3 января. Вход свободный для зрителей старше 12 лет. Ну а к этому часу у меня пока все. Напомню всем телезрителям, что эти и другие новости, увиденные в выпуске, вы всегда найдете на сайте katun24.ru и в группах телеканалов в социальных сетях. Также обязательно присылайте к нам в редакцию свои интересные темы, об актуальных мы обязательно расскажем в прямом эфире выпусков новостей на katun24. Оставайтесь с нами, продолжим ровно в 13.00.